Первая половина 20 века была временем мечтателей. В это время люди грезили северным и южным полюсом, верили в коммунизм, носились с совершенно безумными проектами. Строительство стоэтажных зданий, судно на 2500 пассажиров, танки весом в 1500 тонн, самолет-авианосец и разработка космических кораблей – всем этим грезили люди. Специфика времени была такова, что мечтатели легко находились и среди представителей крупного бизнеса и правительства. В результате одни из них добивались у других финансирования и реализовывали свои проекты. Так на свет появились здания Empire Steel Building, Titanic, самолет Илья Муромец, Царь Танк и другие проекты, которые поражали воображение. В этой истории мечтателей сохранилось имя вездехода снежный крейсер, который был спроектирован и построен американцем Томасом Паултером. В 1934 году Томас принял участие в антарктической экспедиции, которая могла стоить ее руководителю адмиралу Берду жизни. Тогда Томас только с третьей попытки смог пробиться к запертому снежной буре адмиралу на гусеничных тракторах и спасти его. Именно тогда он и загорелся идеей создания специализированного транспорта для Антарктиды. В 1930-е годы Паултер работал научным руководителем исследовательского фонда Иллинойсского технологического института в Чикаго. Занимая этот пост, он смог убедить директора данного фонда в целесообразности своего нового проекта. В результате в течение двух лет коллектив организации работал над созданием антарктического снежного крейсера, как его называл сам Томас. Если не брать в расчет низкую температуру воздуха, сложное снежно-ледяное покрытие и нехватку кислорода, то основной опасностью во время путешествий по Антарктике были трещины в ледяном покрове континента, которые очень часто оказывались незаметны под слоем фирна или снега и по этой причине были особенно страшны для исследователей. Паултер взялся решить данную проблему с кавалерийского наскока. Достаточно было спроектировать машину такой большой длины, а свесы настолько большими, чтобы ее нос преодолел трещину к тому моменту, как в нее попало бы переднее колесо. Снежный крейсер должен был передвигаться на четырех колесах. По какой именно причине Томас Паултер решил остановиться именно на такой схеме, неизвестно. Скорее всего, он посчитал гусеничный движитель избыточным и очень прожорливым. Компоновка снежного крейсера Четыре колеса вездехода были сдвинуты к центру кузова, его база равнялась примерно половине общей длины транспортного средства. Покрышки диаметром 120 дюймов, чуть более трех метров, и шириной 33 дюйма были выпущены из морозостойкой 12-слойной резины. Перед передней осью вездехода были установлены два шестицилиндровых дизельных двигателя компании Камен с объемом 11 литров и мощностью по 150 лошадиных сил. Каждый Эти дизели приводили в действие два электрогенератора, которые питали четыре электромотор компании General Electric мощностью по 75 лошадиных сил. Каждый Электромоторы были установлены каждый в своей ступице, при этом места в двухметровых ступицах для них было более чем достаточно. Таким образом, созданный в конце 30-х годов прошлого века вездеход был дизель-электрическим гибридом. В настоящее время по такой схеме производятся карьерные самосвалы. Необычной была и подвеска вездехода. Она обладала регулируемым клиренсом. Если говорить точнее, колеса машины могли втягивать с варки на 1,2 метра. Благодаря такому решению, во-первых, можно было отогревать резину и проводить ее очистку от намешива льда, в колесные ниши подавались горячие выхлопные газы от дизельных двигателей, во-вторых, таким способом вездеход должен был преодолевать трещины во льду. Сперва снежный крейсер должен был достать своим передним с весом противоположного края трещины, после чего втянуть передние колеса в кузов, и, гребя лишь задними колесами, затолкнуть переднюю ось на берег. После этого передние колеса опускались, а здания наоборот втягивались в кузов. Теперь уже передняя ось должна была вытаскивать вездеход. Предусматривалось, что данную процедуру удастся провести в 20 приемов, все действия пришлось бы совершать в ручном режиме, а время на ее осуществление составило бы полтора часа. Помимо всего прочего, четыре колеса вездехода были сделаны управляемыми, можно было попробовать развернуться на пятачке или двигаться боком. Машина получалась достаточно массивной. Корпус вездехода имел 17-метровую длину и лыжеподобное днище. Высота составляла от 3,7 до 5 метров, в зависимости от клиренса, а ширина – 6,06 метра. Через трещины во льдах, ширина которых не превышала 4,5 метров, коими изобилует антарктический ледник, вездеход должен был буквально переползать, в том числе и за счет формы своего днища, также предполагалось преодолевать области фирна – зернистого льда. Внутри корпуса снежного крейсера было достаточно места не только для размещения трехместной рубки управления, вынесено наверх, машинного отделения, топливных баков на 9463 литра солярки, но и для кают-компании с креслами, пятиместной спальни, кухни с мойкой и плитой на четыре конфорки, мастерской со сварочным оборудованием и специальные комнаты для проявления фотоснимков. Помимо этого, на вездеходе был собственный склад снаряжения и провизии два запасных колеса, которые были размещены в специальном отделении машины в заднем свесе. Но и это еще не все. На крыше вездехода должен был расположиться небольшой самолет Биплан, который в те годы мог бы сыграть роль джиперез для снежного крейсера. Также на крыше вездехода должно было храниться 4000 литров топлива для самолета. Чтобы спустить самолет и поднять его обратно на борт, а также провести замену колес, на вездеходе имелись специальные лебедки, которые выдвигались из его крыши. В 1939 году Томас презентовал свой снежный крейсер в Конгрессе США, да так, что даже смог зажечь сенатора в своей идее. Конгрессмены согласились профинансировать экспедицию по доставке вездехода в Антарктиду. А денежные средства на постройку крейсера, без малого 150 тысяч долларов, очень серьезная на тот момент сумма, Паултер смог собрать у неких частных инвесторов. После того как было получено одобрение Американского Конгресса, экспедиция была назначена на 15 ноября 1939 года, Антарктическую весну. В то же время на дворе было уже 8 августа. Уникальный вездеход нужно было построить и доставить до корабля всего за 11 недель. История молчит о том, уходили ли работники предприятия «Пулмонтер» со своих рабочих мест домой отдыхать и как долго они при этом спали, но снежный крейсер был готов уже через полтора месяца. 24 октября 1939 года вездеход впервые завели, и в тот же день крейсер своим ходом отправился из Чикаго в военный порт Бастона, где ждало отправки судна «Нордстар». Габариты вездехода действительно позволяли именовать его снежным крейсером, он возвышался над толпами окружавших его зевак, как авианосец в порту над другими судами. Выкрашенному в ярко-красный цвет, чтобы быть заметнее на снежных просторах Антарктиды, ему предстояло пройти путь в 1700 километрах. Американский вездеход для Антарктиды снежный крейсер. Максимальная скорость вездехода, который двигался в сопровождении полицейских машин, составляла вполне достойные для тех лет 48 километров в час. Однако в некоторые повороты в один прием вездеход просто не вписывался, да и не все мосты были в состоянии выдержать его вес – 34 тонны. Поэтому часть мостов машина просто объезжала низом, попутно занимаясь форсированием небольших речек. Во время одного из таких испытаний вездеход повредил усилитель рулевого управления, по этой причине машина провела под мостом 3 часа дня, пока шел ремонт. В целом же при движении по трассе вездеход показал себя с лучшей стороны. По бездорожью, в том числе рыхлому песку, машина также шла довольно уверенно. Стоит отметить, что крейсеры не пытались испытывать серьезным бездорожьем, так как основной задачей было успеть прийти в порт к назначенному сроку. Если бы Паултер со своим детищем опоздал на погрузку корабля, тот ушел бы в плавание без него. Но дорога до Бастона в конечном итоге была преодолена успешно и 12 ноября, за 3 часа дня до отправления судна, снежный крейсер оказался в военном порту Бастона. Чтобы поместить гигантский вездеход на палубе корабля, поперек палубы, заднюю часть машины, кожух запасных покрышек, сняли. При этом Томас самостоятельно заехал на палубу корабля по трапу. 15 ноября 1939 года, как и было запланировано ранее, судно отправилось к берегам Антарктиды. Именно в этот момент во всей этой истории можно было бы ставить точку, так как путешествия по американским дорогам и снежным просторам Антарктиды оказались несопоставимы между собой и закончились провалом проекта американского мечтателя Томаса. 11 января 1940 года корабль причалил к берегу Антарктиды в бухте Китов. Согласно схеме маршрута, который был нарисован Томасом для Конгресса США, снежный крейсер должен был дважды пересечь Антарктиду крест-накрест, объехав при этом почти всю береговую линию и дважды побывав на полюсе. При этом запаса топлива должно было хватить на 8000 километров пути. Для того чтобы спустить вездеход на сушу, была построена специальная рампа из дерева. Во время спуска машины с корабля одно из колес проломило деревянный настил, но Томас вовремя успел надавить на педаль газа и снежный крейсер успешно съехал на снег, избежав катастрофических последствий. Настоящая же катастрофа последовала практически тут же. Выяснилось, что снежный крейсер не предназначен для движения по снежной поверхности. 34-тонный вездеход на четырех абсолютно гладких колесах сразу же сел на днище. Колеса машины просто погрузились в снег на метр и беспомощно крутились, не в состоянии сдвинуть вездеход с места. В попытках как-то поправить положение команда присоединила запасные колеса вездехода к передним, увеличив за счет этого их ширину в два раза, а также одела задние колеса машины в цепи. После этого вездеход оказался в состоянии хотя бы как-то двигаться вперед-назад. После нескольких тщетных попыток, Паулкер установил, что при движении вездехода задним ходом он ведет себя гораздо увереннее, сказалось кривое распределение массы по осям машины. В результате в путешествии по просторам Антарктиды команда Томаса отправилась задним ходом. Помимо того, что колеса вездехода без протектора постоянно буксовали, выяснились и другие проблемы. К примеру, гигантские свесы, которые были хороши для аэродромных тягачей, в условиях снежного континента оказались только помехой, любой маломальский заметный излом поверхности вездеход не мог преодолеть даже в самом верхнем положении своей подвески, упираясь в толщу снегоносом или хвостом. Помимо всего прочего, двигатели снежного крейсера, несмотря на температуру воздуха в десятки градусов ниже нуля, постоянно перегревались. После 14 дней мучения американский мечтатель просто бросил свое детище в снегах Антарктиды, распрощившись со своей мечтой объехать весь континент, и отбыл назад в США. К тому моменту снежный крейсер сумел преодолеть всего 148 километров снежной пустыни. Остальной же экипаж вездехода остался жить в машине в качестве научного персонала полярной станции. Снежный крейсер оказался очень посредственным внедорожником, но очень хорошим домом в Антарктиде. Система отопления его салона был продуман достаточно хорошо. Выхлопные газы дизельных двигателей и охлаждающая жидкость циркулировали в специальных каналах, обеспечивая практически комнатную температуру внутри крейсера, также они растапливали снег в специальном бойлере. Запаса еды и горючего в машине было достаточно на целый год автономной работы. Экипаж вездехода прикрыл машину деревянными щитами, чем окончательно превратило его в дом и приступил к проведению научных исследований, проведению сейсмологических экспериментов, измерению радиационного фона и так далее. Через несколько месяцев, еще до наступления антарктической зимы, снежный крейсер был окончательно оставлен людьми. В следующий раз внутрь машины полярники попали в конце 1940 года. Исследовав вездеход, они пришли к заключению, что он в абсолютно работоспособном состоянии, необходимо только смазать механизмы и накачать колеса. Однако в преддверии вступления США во Вторую мировую войну освоение Антарктиды уже не было в приоритете. В следующий раз машину обнаружили уже в 1958 году. Это сделала международная экспедиция, которая установила, что за 18 лет вездеход занесло несколькими метрами снега. Расположение снежного крейсера выдавал торчащий над поверхностью высокий бамбуковый шест, который ранее был предусмотрительно установлен его экипажем. Измерив высоту снега от самых колес, полярники смогли понять, сколько осадков выпало за данный период времени. С тех пор данный вездеход больше никто никогда не видел. Согласно одной из версий, его окончательно занесло снегом. По другой версии, он оказался в одном из гигантских айсбергов, которые ежегодно отплывают от ледяного шельфа Антарктиды, после чего тонут где-то в расположенных южнее водах Мирового океана.